Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дмитрий Прокопьев и Александр Свистунов во главе с Дмитрием Гессом похитили 20-летнего парня. Вывезли его за пределы Абакана и жестоко избили битой, а получив нужную информацию, отпустили жертву. Расследование длилось больше года. Все это время подозреваемые провели под стражей. Еще полтора года дело рассматривал суд. Дмитрий Гесс хорошо знаком правоохранительным органам. В последний раз его задерживали в августе прошлого года в районе Абаканского речвокзала. Парни из Хакасии во главе с Дмитрием Гессом выясняли отношения с группой из Красноярска далеко не мирным путем. Оперативники изъяли травматические пистолеты, биты и охотничьи ножи. На днях лидер группировки Дмитрий Гесс выложил в интернет видео. В своем обращении он заявляет, уголовное дело на него сфабриковано. Никакого похищения не было, всю ситуацию называют ничем иным, как потасовкой. Была вот у нас потасовка небольшая с неким Гиви Сацуком, с одной стороны и мною, и моими друзьями. Значит, ну, где-то подрались немножечко, там, как бы, они начали ездить по городу, искать наши машины, разбивать машины нам. Как бы, после чего мы нашли знакомого Гиви Сацука, это Кристалли Виталия. Значит, выехали на, ну, за город, вот здесь, рядышком, ну, там, на дамбу, поговорили жестко с ним. Суд вынес решение за похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Дмитрий Гесс проведет в колонии строгого режима 7,5 лет. Именно такой срок требовал для обвиняемого прокурор. Его подельники получили менее суровые наказания. Рустам Акрамов приговорен к 6,5 годам, Андрей Прокопьев к 5,5, Александр Свистунов к 5 годам заключения в колонии строгого режима. Сегодня временно исполняющий обязанности главы Хакассии Виктор Зимин с рабочим визитом посетил Аджиникидзовский район. Он побывал в селах Новомарьясово, Конгаров и Копьево. В Новомарьясово Виктор Зимин оценил капитальный ремонт в сельском доме культуры. Несколько лет назад здание пострадало от сильного пожара, и республика выделила на его восстановление более 5 миллионов рублей. Также временно исполняющий обязанности главы побывал в недавно отремонтированной школе, на первом этаже которой сейчас обустроен детский сад. Раньше его в деревне не было. В село Конгаров Виктор Зимин приехал специально для того, чтобы услышать лично, какие проблемы волнуют местных жителей. Эта деревня попадает под программу развития малых сел. На первое место жители поставили безработицу, на второе – нехватку транспорта. Эти вопросы временно исполняющие обязанности главы поручил проработать профильным ведомством. Далее правительственная делегация отправилась в Копьево, где Виктор Зимин с руководством района обсудил вопросы молодежной политики. Геологи из Хакасии приступили к детальной разработке золотоносного участка Кедровый, расположенного практически на границе с Кемеровской областью. Работы ведутся в рамках федерального заказа, и в перспективе в глухой тайге появится новое золотодобывающее предприятие. Дорогу, по которой геологи и буровики добираются к своему поселку, можно назвать дорогой только условно. Местами снежные брустверы по ее краям выше самой машины. Сам золотоносный участок был разведан в последние два года, но это самое предварительное обследование. В проложенных траншеях геологам удалось найти породы, в которых с вероятностью в 90% встречается коренное золото. Гору начали исследовать более тщательно. Были намечены какие-то зоны, какие-то рудные горизонты, какие-то перспективные площади. Сейчас мы их уточняем уже. Границы, берем пробы на глубину, будем проводить аналитику, то есть определять содержание. Буровые установки работают круглосуточно, ведь в скале за сезон предстоит пробурить несколько десятков скважин глубиной до 150 метров. И уже первые керны дали обнадеживающие результаты. Федеральные деньги по этому объекту у нас 175 миллионов, но вот в этом году нам нужно освоить 65 миллионов. А ресурсы, значит, в геозадании у нас предусмотрено 40 тонн П1 и 20 тонн П2. Иначе говоря, из этой горы можно будет извлечь несколько десятков тонн золота. Содержание драгметалла в руде делает перспективной карьерную разработку месторождения. Виктор Лушников, Алексей Голубев, Вести Хакасия. Два человека пострадали в аварии, которая произошла сегодня утром в Абакане на улице Жукова. Водитель «Жигулей», предположительно таксист, вылетел на полосы встречного движения. По счастливой случайности в эти минуты поблизости не оказалось других автомобилей и пешеходов. Водитель автомобиля ВАЗа С-09 направлял с северной дамбой в направлении улицы Корлова. Ну, по предварительной оценке водитель не справился с управлением и допустил наезд на электроопору. Полицейские добавляют, что причиной ДТП могло стать нарушение скоростного режима. На этом участке дороги машинам разрешено двигаться со скоростью не больше 60 км в час. А сразу за электроопорой, куда влетело авто, еще меньше 40 км. В момент аварии один пассажир, 17-летний парень, находился на заднем сидении. 23-летний молодой человек рядом с водителем. Именно с его стороны особенно серьезно пострадал автомобиль. Выбраться из машины сами парни не смогли, на помощь пришли спасатели. Оба пассажира сейчас находятся в больнице. Они получили многочисленные ушибы, черепно-мозговые травмы, у одного перелом голени. Что касается 26-летнего водителя, он, по словам инспекторов ГИБДД, сначала с места ДТП скрылся. Но сейчас уже находится в полиции. Возбуждено дело об административном правонарушении. Справедливая Россия предлагает ограничить торговую наценку на продукты первой необходимости. Соответствующий законопроект внесли лидеры партии. На данный момент розничные наценки на продукты в России достигают 100% от стоимости, когда как в странах Евросоюза не более 25%. В отношении регулирования стоимости сейчас в России существуют лишь крайние меры замораживания цен в случае резкого скачка. Справедливая Россия предлагает запретить перекупщикам повышать стоимость товара первой необходимости больше, чем на 15%. Это цены, за которую товар купил первый оптовик. По мнению партии, такой запрет снизит спекуляцию. Завтра недалеко от Абакана вновь прогремят промышленные взрывы. Информация об этом размещена на сайте городской администрации. Отголоски взрывов жители Абакана и его окрестностей могут почувствовать с 11 до 17 часов. По расписанию в первой половине дня взрывные работы пройдут на разрезе Степной. Также с 13.00 взрывчаткой воспользуются работники Черногорского разреза. Администрация просит жителей города сохранять спокойствие. К снежный барс Монгол обзавелся новым ошейником со спутниковой системой слежения. Ирбиса отловили сотрудники Саяно-Шушенского заповедника и зоологи из Иркутска. Напомним, два года назад Монгол уже проходил подобную процедуру. При этом ошейник на него надевал нынешний президент Владимир Путин. После чего барса привезли из Хакасии в родной для него район Саяно-Шушенского водохранилища. Благодаря ошейнику ученым становятся известны многие стороны жизни Ирбиса. Новый ошейник оснащен спутниковым передатчиком, данные из которого будут передаваться в Иркутский институт проблем экологии и эволюции и в научный отдел заповедника. Ученые также взяли у Монгола биологические анализы, которые показали, что зверь абсолютно здоров и находится в прекрасной форме. В этом году на гранты дачным обществам выделено 25 миллионов рублей, причем эта цифра не окончательная. Депутаты планируют увеличить финансирование. На все вопросы, касающиеся грантовой поддержки дачников, в нашей студии ответил первый заместитель председателя Верховного Совета Хакасии Юрий Шпигальских. Смотрите далее ежедневную рубрику «Интервью». На этом информационный выпуск завершен. Берегите себя.